Недавно и вообще мимо проходил Отдельный привет И сейчас начинается у нас финал турнира Который проходил в воскресенье А в воскресенье турнир был специфический Непростой, с очень интересными условиями Он был без газа То есть игроки не имеют права его добывать Ну и соответственно тратить Ставить его можно, но если вдруг вам совсем заняться нечем В финал, как это неудивительно, вышли два терана Хотя в полуфиналах у нас были представители других рас Процессы на турнире отыграли отвратительно Никто не фотонил Никто не играл в Прукси Бараки Только один человек, который проиграл, по-моему, в полуфинале, четвертьфинале Использовал интересную стратегию мою, которую я юзывал с реколом на базу врага Но она была немного криво исполнена И Кантри играет против корешка Я думаю, этот персонаж вам уже сильно знаком Мы, кстати, с ним будем кое-чем интересным заниматься На этой неделе, наверное, на выходных То ли 10-го числа, то ли 11-го мы пока еще думаем Но пока вы готовы лицезреть битву без газа Я вам расскажу о турнире, который будет проходить с газом Это турнир в честь 9-го мая С призывным фондом минимум 10 тысяч рублей Он пройдет 9-го мая в 15.00 по Москве Специально на экране показываю, как искать турниры Если что, это сайт goodgame.ru Кто не в курсе Находите турнир 9-го мая Турнир только для тиранов Никаких зергов, никаких процов на турнире не будет Поэтому вы можете принять счастье в этом турнире Есть, кстати, один бонус отдельный За самую необычную или крутую стратегию Или то, что меня очень сильно порадует на турнире То есть человек получит специальный бонус Поэтому можете сразу играть креативно Особенно если вы не планируете попасть в топ-4 Вот, и турнир открыт для всех лиг По понятным причинам Ну, в такой день нельзя ограничивать возможности кого-либо Мне кажется, каждый должен иметь шанс Поэтому даже если вы не тиран, вы можете все равно принять в нем участие Но за тиранов Система простая Нажимаете участвовать Ждете, когда закончится таймер Вы подтвердите участие Нажмете кнопку подтвердить И все Ровно в 15.05 появится турнирная таблица Вы сможете понять, с кем вы будете выступать на турнире Здесь есть гифки, которые показывают, как вводить счет Как регистрироваться, как участвовать Как заходить на канал И турнир, конечно же, можно стримить Оу, оу, оу Сколько всего интересного произошло За эти не... За эту первую минуту игры Корешок начал поджимать своего оппонента быстрыми бараками Учитывая, что это карта Киберлесна Который, если ты здесь делаешь бункера первым Кантри пытался сделать то же самое То, соответственно, с базы выйти будет очень тяжко Причем Кантри Очень хитер Хитер, бобер Заметьте, что он делает Пытается снять осаду на своей второй базе Но это довольно сложно сделать Возможно, ему придется строить бункер сверху Да, около своего барака Для того, чтобы не дать противнику возможности подняться наверх Но главная особенность является этого турнира в том Что нельзя намертво и наглухо застраивать проходы То есть, по-любому, хотя бы одна клетка должна быть И Кантри решается бункера Которого он не отменяет своевременно Это очень-очень критично Потому что это минус 100 минералов Плюс он здесь бункер потерял И суммарно это уже минус 300 минералов Это очень много 300 минералов это перебор Кантри, кстати, сейчас не должен спускаться на эти бункеры Потому что в них хоть и сидит немного морпеков Он залезает уже в свой И, понятное дело, время будет работать против него Но у него есть план Б У него есть план Б, который он должен использовать Причем корешок сделал грамотную вещь Он добавил один барак около этих бункеров То есть не придется морпехам через всю карту бежать Чтобы залезть в эти бункеры Что в один, что во второй, что в третий Так, ссылка на турнир, про который я только что говорил Отправилась в чат Ну а лучше просто пользоваться Почаще гудгеймом И анонсами Так, чатик вернулся, да На твич еще пытаюсь отправить Довольно сложно 500, потерю кантри 500 ресурсов Это довольно большая сумма для такой стадии игры Учитывая, что у него вторая нычка До сих пор не работает До сих пор Как он будет выкарабкиваться Я, честно, не представляю В целом, конечно, количество мариносов Может быть очень большим У него под базой Но он сам эти бункера использовал в полуфинале Не помню, к сожалению, с кем И это закончилось очень удачно для него Поэтому кантри оказался в финале Но вот как этих ребят он собирается реализовать Пока не ясно Ведь любую секунду рабочих можно отводить Рабочих, кстати, еще было бы неплохо строить Корешок не дотягивает по строительству рабов Он остановил их продакшн И количество бараков у него продолжает все расти, расти и расти И у него 7 бараков на 23 раба Это очень мало Наверное Конечно, он кидает мулов Он больше параллельно ничего не строит, кроме соплаев Его все в целом устраивает Даже эти 4 барака вскрыть будет невозможно О, 4 бункера вскрыть будет нереально сложно Какие ауты у кантри Ну, я бы сказал, что это конец С одной стороны Но с другой Маленький, но очень призрачный шанс есть практически всегда Причем, заметьте, как Корешок контролит карту У него моряки стоят на патруле Как будто он думает, что какой-то из бараков может улететь В какую-то другую сторону Я не представляю, как это вообще возможно Но в кантри времени все меньше и меньше Скоро может появиться уже третий командный центр И все что угодно Бараков у него достаточно Продакшн идет без остановки Вот качество морпехов уже сильно неравное Размен в любом случае Плюс для корешка Починка бункера Отличная реакция И в это время морпехи все-таки заходят в экономику И начинают ее выкашивать Единственный шанс для корешка Это попытаться вернуться большей частью армии И как-то камбэкнуть Кантри должен убить всех рабов своему оппоненту Для того, чтобы гарантировать себе Какой-то шанс в этой игре Он через шифт прощелкивал сейчас всех КСМ Но, к сожалению, всех убить не успел Странно, что он не пошел вправо за минеральную зону Ибо он не мог пройти из-за этого барака Сложно сказать Это было бы более логично Ну и в это время 42 раба на 13 Преимущество на стороне кантри У него есть подсветка Барак принимает на себя часть урона КСМки должны еще тоже пацанковать Для того, чтобы выиграть время Он же имеет право сейчас снять осаду ценой жизни своих рабов Это часто делают тираны Когда у них все плохо И они используют КСМ для этого Но бункеры слишком жирные КСМ нужно было, скорее всего, выводить сам на начало То есть при первой волне А когда морпики уже вернулись Они залезли в новые бункера И их стало все больше, больше и больше Поэтому сейчас кантри уже никак не сможет Не догнать противника По количеству мариков И уж тем более не опередить А бункеры в этом плане Очень сильная штука Значит, на следующем турнире Для... Ну, который у нас будет без газа Мы запретим бункера Лично тиранам все приходится запрещать Не закрывать здания намертво Не перелетать зданиями в угол Для того, чтобы была ничья Запретим делать им бункеры Хотя у зергов есть плетки А у тосов фотонки С батарейками, кстати Может, трансы тиранов запретить вообще просто на этом турнире Хе-хе-хе-хе Ну, как вариант Что кантри придумает Честно, не представляю Вообще, корешок играет с зергами У него ММР где-то 5000 Ранами он на 5000 явно не играет Это было видно на протяжении всего Турнира Гага пишет кантри Это 1-0 в пользу корешка Матч проходит до 5 побед Счет финала стартовал с 0-0 Это не сетка дабл эллиминейшн Поэтому ни у кого преимущества не будет И вот так вот случилось, что самые умные и хитрые ребята Которые используют бункеры для ранней агрессии Чтобы получить преимущество И запереть оппонента на двух базах Это терны Да, там песни почему-то дублируются Сейчас я напишу об этом в сервис Старкрафт предлагают запретить Нет, Старкрафт запрещать не надо Кстати, вы слышали новость печальную? Ну, наверное, даже на счастье не печальную Лично я за Наверное, я один из немногих, кого это устраивает То, что чемпионат мира Близкон будет проходить не две ночи подряд То есть теперь не нужно двое бессонных ночей Портить себе режим Сходить с ума от того, что ты одну ночь не выспался Потом весь день спишь Потом опять ты весь день разбитый И потом опять ночью смотреть турнир В этом году Близкон будет проходить одну ночь Болишь одну ночь Я считаю, что это удобно Для комментатора И для зрителей То, что ты не избиваешь режим Но вокруг я так почитал Что много недовольных Типа о том, что Близкон проходит всего один день То есть типа Близзы Сильно снижают расходы Даже на свой самый главный ивент Причем на протяжении последних восьми лет Близкон всегда шел две ночи подряд Ну, два дня в Америке по их времени А в этом году решили сделать одну ночь Ну, одну ночь для Москвы Ну, точнее, для нашего региона российского И один день для рубежа Лично меня это устраивает Не знаю, как вас Для ночи это очень тяжело Это очень неудобно Это очень неудобно технически Больше денег на аренду Для того, чтобы Смотреть мероприятия Это очень-очень-очень жестко Слишком, я бы даже сказал Кстати, возможно Но пока что всего 51% Что вероятность Точнее, нет, не так Сейчас надо очень аккуратно сказать Пока что всего 51% вероятности Что в этом году Мы сможем смотреть Те, кто приедут в Москву Кстати, те, кто собирается Смотреть в Питере Я вам рекомендую подумать о том Что приехать в Москву Для потенциального просмотра Близкона 51% того, что вам Удастся Посмотреть это мероприятие Не в том формате В котором это было Последние Много лет Не хочу радовать пока что Вас излишними И радовать себя Там, какими-то надеждами Которые могут не сбыться А потом еще больше расстроишься Того, что ничего не получится Короче говоря На 1 ноября Планируйте Посещение просмотра Чемпионата мира В любом случае планируйте Что бы ни случилось Трансляция будет Те, кто не смогут приехать В Москву Могут каким-то образом Своими силами Организовать просмотр Там, где вы Находите и живете Если у вас есть Какие-то компьютерные клубы Арены Где есть вероятность Просмотра Коллективным образом Этого чемпионата Ну а для жителей Москвы Ближайшего Подмосковья Или просто Подмосковья Или других городов Которые приедут в Москву Ради этого ивента Есть-есть маленький шанс Просто в этом году В Москве появилось Несколько мест На которые я отправлюсь Наверное на следующей неделе И там у нас будет уже Будут разговоры Насчет смены локации Короче, я очень завуалированно говорю Потому что пока сам не знаю Арч Интересная идея Весьма интересная После каждой игры Игрок может банить юнита Которого Не может игрок Своить в следующем матче И заметьте, что делает Кантри Он видит Прекрасно видит Что его оппонент Выходит в золото Но это слишком нагло Это слишком опрометчивое решение Со стороны корешка Который пытался играть прокси-бараком Который он сейчас использует Для разведки И естественно Его локация отменяется Это же очевидно То есть эта база Стоит слишком далеко Чтобы ее можно было Даже кипотетически Как-то защитить С какой бы стороны База не была поставлена В любом случае Кантри сделал бы бункер И не дал бы возможности Добывать на этой нычке Так что лучше со второй базы Всегда начинать в том месте Где она изначально Подразумевалась Это на натурале Ну и сейчас Кантри будет давить Теперь же он будет Пытаться запирать Своего противника Хотя конечно У него еще есть Возможность выхода В третью базу Но у Кантри Уже своя вторая Почти раскачана И он уже сам готовится К тому Чтобы ее поставить Причем Бараки Он очень оригинальным образом Спустил вниз Для того чтобы не тратить Тремя мариносам Чтобы они спускались Проходя по 360 градусов Лишнее пространство Что же Кантри придумает-то Вообще Корешок тоже мог бы Спустить вниз Из Бараки Куда-нибудь В эту область И попробовать Перехватить Дотекание Наверное Каждый терм Абсолютно точно знает Что всегда Бараки Основная их часть Стоит на базе врага И вот если Перехватить Дотекание Каким-то образом Разделить свою армию На две части Поставить дома Своих два бункера Ну или Два в принципе Более-менее хватит Вот этими ребятами Перелететь Поставить их куда-то Ну и как вариант Это можно было бы Сделать еще давным-давно Но сейчас уже поздно Сейчас это уже бессмысленно У Кантри уже Слишком большой прирост По баракам По экономике По количеству Рабов на второй базе Как вы видите У Кантри она хорошо работает И также Кантри уже Прямо сейчас Мог бы себе позволить Третье ТЦ Причем он Вправе Поставить это ТЦ На золоте Причем на золоте Противника А не на своем Ведь нет никакой Опасности в виде Быстрых Танков Быстрых либераторов Баньшей И всего в этом духе Ну и У Кантри 5 бункеров Добавляет еще 2 Нет, Вазас Не до этого было Ух ты Вот это хитро Это очень хитро Даже я бы сказал Гиперинтересно Но время работает В любом случае На красного терна И смотрите Что делает Кантри Он заранее подстраивает Бункера в той области Куда противник Возможно Соберется давить Либо попытается Через это направление Выйти с базы Всеми своими морпехами А у него Других вариантов То и нету И Кантри блокирует Все направления Ох ACD Сейчас зря Было заказано Запись Забанится Из-за ACDC Невозможно Вести Ну Как сказать Либо песня Либо запись Одно из двух Хотя финал Пока довольно-таки Спокойный Довольно-таки Обычный И просто так Одну песню Заменить на другую Не выйдет Так что Минус Вторая карта В записи При таком количестве Бункеров Небольшом Как у Корешка Кантри Наверное Мог бы взять Всех своих Мариносов И попробовать Пробить Блоб Но он нашел Бараки Он начал бегать По карте Он вычислил Два барака А вот Один из них Не вычислил Время уже Довольно много Прошло С того момента Вообще-то Очень оригинально Что Корешок Использует Тот же прием Попытка Выйти в третью Но Кантри Нельзя позволять Он не видит Он не поставил Сюда ни одного Марика Ни единого Марика Даже дома Какой-то бункер Стоит Рандомный Третью базу Ему что Отменили? Или он сам Ее отменил? Нет Сам Он ее Вряд ли Отменял Видимо Его заставили Ее отменить В кадре Стоит Маринос А Вот Эти Четыре Морпеха Да Точно Не знаю Скез Без понятия Ну В общем-то Все Цифры У вас На экране Почему Кантри Правда Приосновил Давление Я не очень Понял Просто Четыре бункера Не так уж Легко Будет Продавить Придется Из всех Бункеров Войска Вытаскивать Даже Если он Пробьет Здесь Третью базу Противник Может Снять Осаду В этой Области Потому Что Бункера Очень Быстро Раскладывается Такого количества Маринада Но Готов ли Поменять Корешок Свою Третью Нычку Хотя Если Что Можно Взлететь В любую Секунду На Возможность Выхода В четвертую Или пятую Захватывающий Финал Ну У нас Самая Захватывающая Игра Была Между Коином И Не помню Как Этого Парня Звали То И Пол Финал Тоже Четверт Финал Финал Не всегда Бывает Самым Интересным Так Скан Это Скан Корешка Он Понял Что Бункеров У него Под Базой Много Но Единственный Варик Это Ждать 200 Лимита Три Базы У него Раскачаны Экономика Шикарная Вот Пошли Новые Бараки У него Бараков Кантр Даже Меньше Бараков И Вот Пожалуйста Опять Минус Экономика Тот Же Самый Прием Да Кантри Не Углядел Эту Тему Очень Напоминает Мою С ним Игру Когда Мне Не Хватило Одного Миллиметра Чтобы Увидеть Его Пилон У себя На Базе Тоже В таком же Месте Вроде Очевидно А вроде Как И надо Было Проверить А вроде Как Игрок Даже Не Подумал Об Этому А из Из-за Того Что Бункеров Здесь Так Много Очень Тяжело Будет Пехот И Драться Между Ними Нету Клеток Практически Вот Одна Клетка И Здесь Клетка Тут По-моему Пройти Нельзя Торпехи Вернулись Домой Базла Спасена Экономика Жива И Барак Уже Улетел Перешок Еще Может Совершать Легкие Диверсии Да Я вижу Песня Дублируется Придется Пропускать Каждый Раз Опачки Робов Сразу Надо Псывать На Золото Но Здесь Придется Камни Разбивать Если Он Хочет С Этой С Этой Добывать А Он Мискликнул Да Немного Поторопился О Нашелся Один Барак Интересно Будет Посмотреть На Мастернов На турнире Уже С Виспеном Где Вы Еще Такое Увидите Ну Что Попытка Корешка Снять Осаду Минус Первый Бункер Ну Их Здесь Очень Много Порядка 20 Бункеров На Экране Пока Умирают Бункеры Хотя Бо Один Умирают Это Время Марика Корешка И Естественно Размен Невыгодный Кантри Сейчас Прекрасно Видит Что Только Два Бункера Заполнены Мариками Да Почему Из этих Бункеров Он Не Выпускает Маринусов Непонятно Двухкратный Перевес Уже Двухкратный Дальше Будет Только Хуже Мне Кажется Чтоб Такого Не Было Надо Начинать Делать Бараки Прямо Тут По Мому Это Тоже Очевидно Да Прям С Самого Начала Игры КСМГ В погоне За Мариком За единственным КГ Хорош Неплохой Комбэк Весьма Неплохой Потери 8900 На 6800 Вот это Решение С нычкой На золоте Было Наверное Слишком Жесткое Корешок Мне кажется Немножко Недооценивал Как-то Свои Силы И Сейчас Он Сделает Правильный Выбор Вообще Можно Начинать Игру Через Поксикаманный Центр То есть Даже Не ставить Вторую На месте Второй А Поставить Где-то В другом На другом Конце Карты И Корешок Убирает Очень Интересную Карту Это Год Нулевой Может Хоть На ней Будет Какой-то Макро Такое Относительно Серьезное Не Без Газа Турнир Был Очень Веселый Очень Было Много Разных Стратегий Разных И Зерги Неплохо Отыграли И С Плетками И С Макро Хатами Самые Интересные Игры Мы пропустили Которые Проходили В турнире Там Была Игра На 40 Минут Какая-то Игра Была На Час В Самом Первом Раунде Этого Турнира Кстати Гомер Если ты Здесь После Этого Финала Я бы Очень Хотел Глянуть Здесь Нет Тебя Здесь Нет Я бы Хотел Просто Глянуть Тот Повтор Который Ты Играл На 40 Плюс Минут Скин Своим Непонятным Противником Индиго Буай Как блокаду Убивать Да Я готов Поехали Ну-ка Продолжим Тара Самовар Привет 1-1 До Трех Побед Какие у вас планы На выходные Что веселого Устроить В выходные Дни У меня Кстати Для вас Еще анонс Очень Хороший Особенно Для людей Из Москвы И Ближайшего Подмосковья Я Наконец Определился С датой Когда у нас Будет Встреча В мае Я же Обещал Вам Встречу В мае Устроить Ламповую Веселую Позитивную С тематикой Конечно же Старкрафта Но Она Будет Неформальная Тоже То есть Там Мы Много Во что Поиграем Об этом Я вам Попозже Расскажу После Финала Ну Или Бежи К концу Так что Освобождайте Себе Один Из Выходных Дней Расскажу Какой Продолжение следует Так Я Здесь Ну Что Корешок Какие у тебя шансы Бункеры ставятся Прямо уже в самом начале Причем Странно Почему Бункера не делают За минералами На второй локации То есть Можно бункер там Поставить незаметно И вообще Запереть противника На первой нычке Для этого Просто достаточно Вывести свое время На первого КСМ То есть Ставишь первый барак Берешь КСМ Подводишь за минеральную зону Ставишь бункер И потом уже ближе Бункер И второй бункер Все Запираешь на одной базе И ты победил Кто первым это сделает Тот и выигрывает матч Торгоры игрозрителей Какие идеи на выходные Подкиньте что-нибудь Вообще В целом Мы с кантри Давно уже не делали Бойцовский клуб Ну вы помните Да Когда мы устраивали Игрозрителей Когда зрители Кантри Кантри выбирал зрителей Я выбирал зрителей И мы между ними Устраивали баттлы Из разных лиг Довольно зачетная тема В принципе Мы можем даже сделать Бойцовский клуб Не с разными лигами А с какой-то одной Определенной Так тоже можно Повариативничать Кстати Горешок сделал Довольно интересную тему Он вообще Поставил бункер На выходе Со своей второй базы То есть Чтобы у него уже был Какой-то дефенс Ему не пришлось Ходить наверх То есть Чтобы его не заперли Но учитывая Что здесь Три направления То есть Всю эту область Надо каким-то образом Контролить Нужно за нее Постоянно бодаться Как кантри Первую катку Сливал Он Позволил Себя Забункер Рашить Под второй базой И его противник Первым Запер Предлагает устроить Турнир чисто Для наземных Юнитов Так это же Сколько унывое Вот устроить турнир Чисто для воздушных Юнитов Вот это уже Да Да Это уже реально Интересно Я из тех самых Людей Которые Можут проводить Турниры С любыми Условиями Подкидывайте Идеи Подкидывайте Если вы считаете Что ваша идея Безумно гениальна Лучше даже В личку пишите Общать Она не потерялась Так Битва Битва За Золнагу Кантри Пока что Доминирует С разных Направлений Золнагу Он проконтролил Бараки У него Есть Сапуаи Сапуаи Все хорошо Рабочих Достаточно Рабок Они строят Отлично Главное Держать Продакшн Мариков С одной Стороны Это Кажется Просто А с другой Стороны Немного Тяжеловато В том Плане Слишком Много Бараков И ты Не можешь Постоянно За ними Следить Да И Система Турнира Где будет Ограничение По лимиту Тоже Очень Клевая Но Для Этого Нужно Сделать Мод Специальный Так что Если Вы Владеете Способностями Каким Либо Образом Делать Моды Коверяться В редакторе Старкрафта Свяжитесь Пожалуйста Со мной Привет Аллску Скажи Пожалуйста Турнир Девятого Мая Обычный Чтоб Блай И Стринджи Играли Сколько Надо Залить На Призовой Так Турнир Девятого Мая Только Для Тиранов Там Уже Специфика Турнира Определенная Отску Я тебе Говорю Если Есть Желание Поддерживать Призовые Фонды Полноценных Турниров Без Ограничений Свяжись Со мной Заранее Я тебе Скажу Когда Эти Турниры Будут Проходить Я Очень Активно Нахожу Сейчас Поиски Спонсоров Партнеров Для Организации Этих Турниров Чтобы Они Были Чаще Чтобы Зрелище Было Больше Чтобы Игр Больше Чтобы Играли В Турнирах Связывайтесь Лично Особенно Если У вас Есть Ресурсы Которыми Вы Располагаете Особенно Если Эти Ресурсы От Тысячи Рублей Зачем Я начал Турнир Без Газа Самое Главное Это Позиция Да Именно Этому Аспекту Как раз Турниры Должен Был Научить Ну И Еще Минеральные Экономики То есть Необходимости Минеральной Экономики И Более Частому Использованию До Заказа Потому Что Если Ты Играешь В Газовые Технологии У тебя Деньги Очень Быстро Улетают Когда Зажимаешь Кнопку Подстраивают У тебя Количество Бараков Растет Количество Кнопок В Минуту Увеличивается И Соответственно Растут Потребности То есть Необходимость Занимать Больше Баз То есть На этом Турнире Бессмысленно Сидеть Просто На двух Локациях Чем Быстрее Ты В Третью Чем Быстрее Ты В Четвертую Тем Больше Будет Бараков Тем Больше Будет Морпехов В Минуту Все Логично Просто Не все До этого Так Глубоко Додумываются А? Да? Нет Я не ты Окей Че там У Кантри У Кантри Все Норм Опа Может Тогда Десять Ого Всех Вместе Чтоб Прям Утром Начать И Днем Закончить Праздники Же Десятого Десятого Надо думать Пока Не знаю Лучше Свяжись Лучше Свяжись Значит Десятого Не могу Ничего Сказать Ох Опасно И Маневр Еще И Сверху Могли бы Сейчас Марики Стрелять Кантри Немного Не сразу Среагировал А Хотя Мариков И так Развел Даже С одной С стороны С бункером Неужели Он еще Бункер Спасет Контрич Бункер Горит Ну Не те Конечно Приоритеты Сейчас Нет смысла За этим Бункером Следить Не Самая Важная Вещь Опа Небольшая Ошибка То Что Воздушными Юнитами Сначала Надо Кликать Вот В эту Область А Потом Уже В верхнюю Левую Если Кликаешь Просто Влево Бараки Начинают Очень Медленно Лететь Вдоль Амуна Вдоль Периметра Ох Кантри Хорош Сколько Подшагов Какой АПМ Эффективный Эффективный АПМ500 Подшаги Это полезная Вещь Эффективная Она уже Никак Не накликивается Это Практически Минус База Ее еще Можно Было Починить Пожертвовать Этими КСМ Но Спасти Целый Командный Центр Чтобы Не тратить Заново 400 Минералов Ну Можно Было Спасти Корешок Прекрасно Понимает Он Увлекся Очень Сильно Вот Он Сделал Одну Локацию Сделал Два Барака Там Два Барака Здесь Двумя Перелетел В это Время Бараков Меньше Производило Маринос Ну Кантри Естественно Получил Очень Жесткое Преимущество В 20 Мариков Эту Игру Уже Не Спасти Это Было Понятно С Момента Когда Корешок Очень Медленно Выходил В Третью И Обороны Третьей Базы У него Было Слишком Мало Просто Банально Была Уязвимая Зона Которой Кантри Воспользовался Если Здесь Стояло 5 Бункеров Он Б Уже Не Так Легко Напал На Эту Локацию Как Минимум Вот Так Четыре Бункера Поставить Можно И Еще Вот Здесь Один Разведка Думя Бараками Потому Что 2 на 2 Будут Турниры Будут Как Раз Один Турнир 2 на 2 Тоже Одного Из Моих Зрителей Ну И Спонсоров Будущего Турнира 2 на 2 Он Уже Ждет Как Раз Когда Мы Определим Даты Для Этого Турнира Кстати Надо Бы С ним Связаться А Может 2 на 2 Надо Подумать Можно В пятницу В следующий 17 Числа Можно В эти Выходные Что-то Интересное Придумать Но Я С ним Согласую И Вам Дам Знать Разбирается Долго Лучше Лучше Найти Человека Который Уже Разбирается Потому что С нуля Очень Много Времени Потратишь А потом В итоге Может Не Хватить Сил Знаний И Так Далее Лучше Те Кто Шарит В Редакторе Хотя Б Немного Лучше Этим Людям Попробовать Разведка Бараком Кантри Понимает Что Время Работает На Него Понимает Что У нее Третья База Стоит Ставится Наперед Уже Четвертая Он Нашел Наконец Топрокси Но Никак Не Может Нормально Выбить Никак У него Это Не Получается Замамно Смотрите Как Морфе Кунит Командный Центр В Соло Улетай Отсюда Нефиг Здесь Добывать Лети Да Лети Отсюда Сказал 78 На 44 3000 Инкам На Полторы Пришел Каким-то Рандомным Образом Я не знаю Как ему это Удалось Вышел В третью Нычку Наверх Кантри Почему-то Его туда Выпустил Хотя Он мог Разбить Камни И Начать Давить С того Направления Давайте От его Лица Посмотрим Как Выглядит ТВТ Ой Сколько Экшена Сколько Динамики Бункеры Там Бункеры Здесь Ролепоинты Марпехи Везде Кто-то В бункера Залезает КСМ Переводятся Командный Центр Садится От первой лица Здесь совсем Другой Старкрафт Кто-то Что на новенького Высылайте Подмогу Высылайте Подмогу Вооружен И Апактен Как ресурсы 2 на 2 Передавать Справа Сверху Есть Кнопка Которая Позволяет Передавать Ресурсы Тиммейту Наверх Кантри Подняться Не Смог Брось С дороги А че это такое Ну не Это пока Просто Это пока Не влияет На игровой Процесс Кантри Тащит Пытается Ну если Посмотреть На лимит Уже понятно Кто в этой игре Фаворит Явный О Кантри Кидает Экономика У него Отличная 4 нычки Добывают На 100% 7 из Трабов Более чем Достаточно Заметь Он занял Базу Там Где Противник Собирался Ее Занимать Куда Вы здесь Взялись Спрашивает Кантри Ну-ка Со стороны Корешка Очень Много Бамперов Банкера Надо именно Фокусить Его давят слева Он понимает Что этот фронт Он проиграл ГГ Когда видишь Такое большое Количество Маринцев Когда они На тебя Идут Ну Из тумана Войны Мне почему-то Вспоминается Эта миссия Как она Лев Тудай Ну где Зарженные Морпехи Эти Выходили Из своих Бараков И медленно 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 На тебя Шли На твою Базу Забавная Миссия Хоть и боссы Там читерные Турнир Без Самые зрелищные Да У нас был турнир Пфа Он собрал Что-то там Порядка Сейчас вспомню 8-64 Мы собрали 8 групп По 8 Человек Это было 64 Участника Это было очень жестко Пфа трудно Организовать Потому что Нужно 8 разных Судей Которые будут Следить И курировать 8 разными Матчами Но мы осилили Этот турнир Это было довольно весело Да Фуфа Это топич Фуфа Мы тоже устроим И уже устраивали И устроим Так что Летом Нам будет Чем поразвлекаться Турнир Без биндов А вот это Было бы жестко Если бы был Такой режим Нет Еще не все До 3 побед Ну мы не стали Делать финал Просто до 4 побед Это слишком долго Слишком невыносимо А теперь у нас Здоровенная карта Корешок не хочет Чтобы его чизанули Он пытается сыграть На более здоровой карте Ну здесь Главная цель Это поставить бункер На входе Я бы наверное Знаете что сделал Я бы здесь поставил Прям два барака Прям вот так вот Прям раз И два А наглухо нельзя Тогда раз И два Оставив дырку Влепил бы бункер Здесь Чтобы можно было Точно комфортно Выйти в третью локацию Если что То противник С двух сторон Тебя будет очень долго Бункер рашить Либо здесь будет Бункеров мало Либо здесь Ну или так Это тоже вариант Кантри разведывает Правда разведывает Не сразу Делает разведку После барака После турнира Мы с вами будем играть Я думаю На ладере Общаться И отвечать буду На все ваши вопросы Которые у вас Сегодня накопятся Ооооу Шит И он приехал Ух ты, сейчас музон Приехал, увидел то, что бараков на базе нету Быстрого командного центра нету Я думаю, Кантри прекрасно догадался, что это прокси Где же это прокси? Ну, самое очевидное реально крутое место Это вот эта возвышенность О, слушай, Алекс Блэк Мне вот эта песня уже гораздо больше нравится, чем предыдущая Ну, главное, чтобы тебе тоже нравилось Хорош Как моды создаются, если бы я знал Как-то Ух ты Подняться наверх даже сейчас получится Минус бункер Внутри марика это немного Ха-ха, пока только с им это поехали А, ну новые бункера, я так понимаю, чтобы еще и чинить можно было Ну, Кантри бараков сейчас всего две штуки против четырех Но бункера компенсируют эту разницу Очень сильно компенсируют Просто он понимает, что его могут продавить Потому что бараки противник построил быстрее Если бы он строил свои собственные бараки Его бы продавили по количеству мариков Ну, потому что приход за минуту С четырех бараков больше, чем с двух Это очевидно Единственное, что может его спасти Это бункеры Бункеры на возвышенности Кстати, бараками можно было бы чуть-чуть вперед перелететь Чтобы бункера, как бы Чтобы бараки были в виде щита Чтобы застройки не было Кан? Не-не-не-не, корешок, не стоит На такое качество бункеров я бы уже не стал подниматься А вот это оригинально Ох, Кантри, красавец Ой, крутая идея вообще Вы посмотрите, что делает этот демон Ну-ка Смотрите, что творит Приходят морпехи, да? Такие типа Гоу-гоу, драться Типа, выводи рабочих А в это время морпехи бегут в бункер И как только они завязают в этот бункер Корешок понимает, что это безысходность То есть ему надо возвращаться всеми бараками домой Чтобы хотя бы главную базу свою спасти А Кантри-то уже может и вторую ночку поставить И у него бункер еще один достраивается А вот сейчас опасный момент КСМ-ки могут перехватить бариков Но они не делают это Он почему-то нажимает оклик Он же мог их убить Вот почему Вот почему здесь Или здесь, или здесь На перекрестке вот на этом Надо было тоже бункер поставить Но когда играешь в проксе О защите, конечно же, никто из игроков никогда не думает Хотя Корешок довольно грамотно вот здесь бункера построил Чтоб Кантри через низ не вышел С базы ГГ, да Хорошая быстрая победа Кантри Поздравляем его с этим Быстрым финалом Удивительно, финал прошел быстрее, чем Какой-либо из матчей На протяжении всего турнира Без газа ГГ Жесть, как это происходило Говорит, корешок Спасибо за участие Турнир проводился для игроков до 5000 ММР У корешка вот в прошлом сезоне было Хоть здесь небольшое количество игр 4900 Даже если он более Хотя у него здесь основная раса терны Вообще у него такой же ММР на зергах Был, как минимум Но, anyway Кантри победил Ну, Кантри с победой Я даже, наверное Хотел бы сейчас спросить Кантри Как ему вообще идея этого турнира Как ему Как он добился этой победы Сейчас попробуем позвонить Кантрич Где ты? Привет, банан Так, я на канале Говорит О, ты уже? Здорово Хоть где-то терны имба Спасибо Хоть где-то Мне даже не стыдно было зергов убивать Потому что, объективно, очень тяжело Зергами выиграть терны Очень тяжело Поэтому мне было не стыдно Я пытался, знаешь Было такое гаденькое чувство Какая-то имба Слишком жестко Как это контрит Но потом вспоминаю Что я вернусь на ладдер И меня там Ничтожат То есть, ты играл в турнире Представляя тирана В первую очередь А не себя Ну, конечно Конечно Я за расу боролся За расу? Конечно Мне принципиально было Убить корешка Потому что он тернами не играет Проиграть ТВТ Это значит Ну, опозорить Свою расу Хотя странно У него профиль Показывает, что он терн Ну, не знаю Он там, по-моему Семи расцами играет Он, да Интересненький Быстрый Правда, игры Долго ждал Я не знаю Как тебе идея? Ну, кроме длинных игр А там просто Ребята обкладывались Фатонками И ни один другого Не мог пробить А один боялся На другого нападать Я, знаешь Я когда в голове Прокручивал Все сценарии Я боялся Процеп Который Как ты говорил Будут фотонить И профить Сидеть Я не понимаю Почему Никто не фотонил Я тоже не понял Никто не оседейтил Не рашил Точно так же Процеп забирает Другого Процеп Пролокации И все Это же элементарно Очень Очень Та же схема Во всех матчах Точно Да, но почему-то нет Я Мельком посмотрел Воды, которые у тебя были На том турнире Где, по-моему Победил Ничего особо оттуда Не Не Ищерпнул И Просто в голове Знаешь Продумал Что Надо застраивать Единственное Что просто реально Одно и то же Против всех Раз Против зерга Более-менее Близкая игра Во всех остальных Играх У меня получается Это не равно Поражение И в принципе Во всех Играх Я очень Сильно Ни в какой Игре Не было Прям на вылаз Лично У меня Поэтому Ну прикольно Забавно Хорошо Ты выложишь Запись Финала Турнира Без газа Так это И был Финал Турнира Без газа Конечно Выложил Так вот Финалист Пацаны Запись Самого Турнира Без газа Вот она На ютубе Лежит уже давно Наблюдайте Мне кажется Что нужно Ещё Какие-то Условия Добавить Потому что Ну либо Пореже Проводить Такие турниры Потому что Они объективно Не очень Деревищные Каждую Игру ТВТ Смотреть За стойку Блингерами Не очень Это Мы же К концу Турнира Начали Появляться До этого Было Весело Простите Что не Развеселил Мы ещё И другие Матчапы Между прочим Видели Я вон Попытался Развеселить И проиграл Я там Чуть-чуть Зафейли Нельзя было Дать себе Застроиться А так Идея Прикольная Перелететь Бараком На мейн Противнику Потом Он уже После меня Как я думаю Подчеркнул Идею И со мной То же Сама Играл Мне кажется Игры были Довольно Динамичные Я не знаю Как это было И зрители Но мне Оказалось Что у нас Постоянные Бегли Стычки И Самое Сложное В этом Матче Без газа Это Контролировать Карту Все остальное Не сложно Ну Мариков По всей Карте Можно Ставить Ну Да Нет Нельзя Ставить Вот Именно Ты должен Постоянно Бегать И прибегать В кучу Потому что Грубо говоря Если ты в какой-то момент Примешь Плохое Сражение А если Противника Застроить Ты примешь Сражение У тебя Мариков Будет Меньше Ты вынужден Будешь Отступать Противник Тебя Сам В конце Закрит Ты видел Как я Ну Ну я не знаю Это не сильно Ярко Было Но тем не менее Что я С пробками В какой-то С ксм Какой-то Момендовал И сразу Ставил Бункера Пока я дерусь Бункера Доставятся Если я дерусь В минус Хоть какой-то Бункер Достроится Я Еще раз Не Несколько Идей Было Какая Идея Как можно Модифицировать Режим Безгаза Что убрать Фотонки С бункерами Фотонки С бункерами Фотонки Не были Имбой Поэтому Они только Игры Затягивали Там Две Я думаю Что Фотонки Не были Имбой Потому что Им никто Не пользовался Ну а что Толсы Не знали Про Фотонки Откуда Я знаю Почему Толсы Не сделали Фотонки А у них Еще батарейки Есть Это Вообще Жесть Ты можешь Даже Не фотонить Мейн Как обычно Можешь Просто Фотонить Выход Со второй Локации И ничего С этим Делать Единственное Что Можно Одну Дай Протса Забей Не важно Фотонки Имба Если В нормальных Руках Я не знаю Почему Протса Не вышли В финал Я ожидал Или на Протсе В финале Ну а у Зергов По моему Шансов Вообще Не было Ни единого Поэтому Точно так же Как матчап ПВТ Сейчас На ладере Когда Как только Ты видишь Терна Против себя Игра Началась Ты С вероятностью 80% Проиграл Поэтому Ну собственно Вот Фотонки Отбиваются Двенадцатым Пулом Я про ПВП Как минимум Говорю Фотонки Отбиваются Двенадцатым Пулом Двенадцатым Пул я За весь Турнир Один раз Только Видел Один Против меня Пытались Играть Но я Даник Пытался Играть Но я Не знаю Зачем По моему Это Бессмысленно Играть Двенадцатый Пул Против Двух Бараков Я Всегда Играл Именно Два Барака Не в три Потому что Слишком Слабая Экономика Не в один Потому что Слишком Мало Мариков Два Барака Как можно Ближе Я Кстати Искренне Еще Не понимаю На будущее Может быть Вам Ребята Зачем Вы Ставите Здание Дома У вас Вся Карта Ваших Распоряжений Здесь Не надо Сохранять Свои Здание Никто К вам Не забежит На Скорости И не Залетит Самое Главное Вот Именно В центре Хоть Под базой Врага Ну да Если Вы Задача Создрать Линию Фронта Все Да Любую Я Меликом Тоже Глянул Вчерашки Записи Чего Там Говорил Правильные Вещи Говорил Что Ну и Меня Похвалил Что У меня Всегда Было Куда Отходить И Где Драться Всегда Стоял Несколько Фронтов Нахера И Поэтому Я Всегда Даже Если Принимал Дракон Очень Хорош Я Отходил На Ну В принципе Так И Забавненько Пвт У Тосов Больше Шанса Естественно Пвт И Пвп Тос Могли Винди А Против Зергов Зергов Мне кажется Все равно Очень Тяжело Зергов Я и не Ожидал Ну Забавно Чего Как я уже Говорил У нас Будут Разные Турниры В разных Форматах Турниры До Где Будет Ограничение В лимите Если Если Сделаем Карты После Нового Сезона С поднимающейся Лавой Будет Турнир С поднимающейся Лавой Это Мы С вами На Стримах Отдельно Обсудим Турнир Тиранов 9 мая Думаю Ты Видел Напиши Мне В личку Пожалуйста А то Ты Сейчас Пропадешь Опять И Потом Ищи Тебя Тысячу Лет Я Могу Устроить Турнир Который Ты Хочешь Но Мне Надо Чтоб Ты Со Мно Связался Турнир 9 мая Для ТВТ Будет Там Ты Тоже Сможешь Реализовать Потенциал Тирановской Рассы Но Я Не знаю Буду Или Играть Я Пока Не Прямая Трансляция Все Дела Ой Спасибо тебе В любом Случа Турнир Я Всегда Говорю И Что Очень Кайфово Основать Что Ты Единственный В СНГ По сути Кто проводит Турниры Для Людей Есть Сообщества Для народа Для народа Да Для Богов Из Гмэл А есть Те Кто Для Обычных Людей Проводит Турниры Это Довольно Здорово И Шансы Выиграть Всегда Ну В этом Очеке Я думаю Что Зергам Никак Головно Выиграть Турнир Только Если Ты Не На Три Голова Выше Противника Поэтому Я Как С Тем Жданником У нас Вроде Как ММР Одинаков Я Уверен Что Я Был Обычный Очек ТВЗ Тоже Очень Тяжело Играть Я Кладер Не Гаю Но В таком Формате Я В любой Момент Честно Что У меня Давай У нас 2 на 2 Турнир Тоже Будет Я Напишу Товарищу Который Его Планирует Давно Хочет У меня Есть Если Что Кто Ну Кто Люди Есть С которыми Можли Где Вадима Я Тоже Знаю Этого Человека Да Несколько Ну Да Скорее Все Ну Ты Че Извини Меня Мы Там Так Ежо Другой Вопрос Скаж Когда У нас С тобой 2 на 2 Будет А я Сегодня Свободен Ты Сегодня Свободен А ты Ты хочешь Поиграть 2 на 2 Ну Было бы Неплохо Ну Можно Парочка Ребят Хотите Либо 2 на 2 Скажите Если Да Если Нет Тоже Скажите Я В принципе Не От